Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Виктория Шумова, ветеринарно-санитарный врач, представитель областной службы дезинфекции. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас сейчас очень много жалоб поступает на то, что в квартирах люди обнаруживают множество насекомых. Как вы считаете, с чем это связано? Смотрите, не стоит однозначно говорить о том, что насекомых стало больше, участились звонки. Звонки участились, но в основном они связаны с тем, что изменился социальный уровень населения, доходы. Человек больше стал заботиться о своем здоровье и о жилье, в котором он находится. Далее, также очень много стало встречаться покупок БУ мебели, БУ техники. Зачастую люди, даже продавая какую-то мебель, диван, ну потому что решили сделать там, например, ремонт, она им уже не подходит, не вписывается в их интерьер, они могут даже не знать о том, что они живут с непрошенными гостями. Потому что, например, такие как клопы, очень товарищи скрытные, они ночные, и не всегда, не все люди могут здраво оценить то, что у них появились покусы, расчесы. То есть зачастую отсводится какой-то, ой, мелкая какая-то аллергия, сыпь. А что делать-то, если все-таки человек обнаружил у себя этих насекомых, вот как ему поступать, ему бороться самому, там в гугле искать рецепты, или все-таки вызвать вот службу дезинфекции и пусть она спокойно разбирается с ними? Смотрите, для начала, во-первых, оцениваем масштаб заселения в квартире, да, одно дело, это начальная степень заражения, ну, при начальной степени заражения допустимо, да, попробовать своими методиками. То есть это какие-то клейвые ловушки, старые народные, действенные, самые действенные методы, это, то есть борная кислота там с картофелем, с желтком в разных пропорциях смешанная. Вот, что имеется в виду в плане клопов, то есть не стоит забывать, что из-за того, что мы все живем в городской черте, то есть у нас у всех в шаговой доступности всевозможные баллончики, спрей, жидкости и все остальное для населения в быту. Это идет определенная категория, линейка, то есть химии для населения. В этом случае, ну, то есть одно дело, если у вас там дракан 1-2, можно попробовать. Когда вы здравым смыслом понимаете, что ой, прошел, наверное, целый год, полтора, как они мне надоели. Но цените вы здравую ситуацию, то, что ареал обитания этих насекомых уже не только там газовая плита или раковина. В этом случае, да, лучше стоит обратиться уже в специализированные службы, где люди со средствами индивидуальной защиты, да, с определенными приборами, оборудованием или специальными концентратами и средствами инсектицидными уже придут и непосредственно обработают вашу квартиру от непрошенных гостей. Во-вторых, это определяем пути проникновения насекомых. Какие у нас пути проникновения? Это вентиляционные, так скажем, короба, шахты, я не знаю, как они правильно называются, и всевозможные щели. Не нужно сразу думать о том, что ой, тут миллионы нужны на ремонт. Бывает, некоторым приходишь, но объясняешь, что нужно вот щели заделать. Давайте как-нибудь просто самым дешевым бытовым методом заизолируемся, вашу квартиру заизолируем от соседей, да, чтобы минимизировать пути проникновения. Вашу популяцию мы потравим. Вопрос стоит в том, чтобы новая не пришла. Вот, соответственно, буквально, ну, я не знаю, в 20 минут зачастую люди уже укладываются с полной герметизацией, ну, и с вложением там в 300-400 рублей. То есть отпадает сразу, говорит, ой, миллионы. Окей, определился человек, что ему нужно вызвать службу дезинфекции. Но ведь вариантов масса, то есть на каждом подъезде висит объявление, причем не одно, а, наверное, с десяток. И как вот среди всего такого многообразия выбрать непосредственно ту, которая вот прям точно избавит квартиру от всякого рода мелких вредителей? Рассматриваем момент сайтов, да, потому что все сидят сейчас в интернете, лишние 5-10 минут на работе, в транспорте остановка. Вот, то есть телефон у нас у всех под рукой. Заходим на сайт. Как бы, ну, нацеливаю вас как бы насторожиться на фразу. Гарантия 3, 5, 10, 15, 20 лет. Ну, я не знаю, что сейчас люди как бы пишут в этих сайтах, как пытаются привлечь клиента. Ну, нормальная, уважающая себя фирма и компания, она напишет гарантия на уничтожение. По Санпину, по нашему действующему 3, 36, 86 от 2021 года, он свеженький вышел, он с редакции. Там написано, что что клопы, что тараканы уничтожаются на объектах в два захода. Объясняю, почему. Это не фирма хочет на вас заработать там денег, раскрутить вас на что-то. С одного раза можно уничтожить, когда случайно. Вот вы принесли этот диван, да, переночевали, к примеру, поняли, ага, что-то укусило, что-то не то, не так. Смотрим, находим клопа. Да, его можно проработать. Начальные стадии заражения, когда действительно, ну, случилось, и мы с этим живем, ну, примерно вот из практики, исходя, ну, до месяца, это уничтожается с первого раза. И на этот случай идет как раз повторная закрепительная обработка. Она именно так и трактуется, что это закрепительная обработка. В этом случае уже добиваются вот те 3, 5, 7, 10 процентов вот этой остаточной популяции. И это считается нормой. Вас никто, ну, никто никого не разводит. Обработка запахом, без запаха, нано-препараты, импортные препараты, отечественные препараты. Там что только не напишут. Бывает, заходишь, конкурентам нужен вот прям иногда аж позвонить, хочется узнать вообще, как ведутся, нет? Смотрите, что касается европейских препаратов, да, индийских препаратов, это самые такие распространенные на нашем рынке, именно концентраты препаратов и отечественные. Вы поймите, отечественные препараты тестируются на наших отечественных клопах, в наших советских квартирах. Зачастую отечественный препарат идет реакция, ну, на уничтожение этого клопа гораздо лучше, чем импортный. У импортных препаратов существуют определенные более какие-то строгие критерии, ну, концентрации. У них не все как бы составляющие, компоненты, то есть инсектицидные, которые входят в эти, так скажем, литровые, там, двухлитровые бутылки, да, не все компоненты разрешены, не все классы инсектицидов. Нормальный, грамотный, правильный дезинфектор, он просто оценит это все и сам подберет класс. Дальше с запахом или без. Запах добавляется как понимание того, какая концентрация препарата находится у вас в квартире, находится в воздухе. Не все препараты без запаха, они токсичны, бывает, знают, также приходят дезинфектора, начинают рассказывать, вот, возьмите без запаха, он не токсичен. Все препараты токсичны, после чего всегда объясняем людям, зашли, открыли, например, вот по тараканам, когда работаем, открыли все окна нараспашку, прям настишь все балконы, не вымерзнем, ничего страшного. И там минут 15-20, час, сколько можем, ходим там по коридору, вокруг дома, машину греем, но даем выветриваться препаратам. Если препарат без запаха и, например, по каким-либо причинам завышена концентрация, мы не сможем правильно оценить то, что почему у нас в носу чешется, почему нам, кажется, хочется постоянно почихать и глаза чешутся. Когда же препарат с запахом, заходя, мы отдаем отчет о концентрации, висящей в воздухе нашей квартиры. Когда вы анализируете там 5-7-10 сайтов, у вас уже каша в голове и плюс-минус цены какие-то одинаковые, вы не знаете, кого выбрать, и тут вам бац, и в два раза там цена ниже, и нано препараты, и туманы, и все на свете, и даже если не уничтожим, будем долбить тапком круглосуточно там. Давайте отчет тому, что это выезд специалиста, это бензин, это амортизация оборудования. Оборудование каждые там несколько месяцев или полгода, оно обслуживается. Это работа самого мастера, это препараты. То есть есть определенные как бы градации цен. Если вы зашли на сайт, а там у вас 5-комнатная квартира за 1000 рублей, ну извините, только раза в 3-4 по стоимости уйдет на препарат. А еще работа, да, норма час, выезд, бензин, машина, амортизация и все такое. То есть не может быть обработка там в 3-4-5 раз дешевле, то есть это какая-то уловка. Что касается барьера, терминологии, вот сколько читала литература по именно дезинсекции, да, инсектицидные препараты, методики, формулировки барьер, барьерная обработка, барьерная защита. Этого не существует. Именно понятие слова барьер. Что значит барьер? Ну я не знаю, ну это, ну это то есть непреодолимое препятствие для чего-либо. Ну как бы бытовым банальным языком, так сказать. Как вы представляете барьер для таракана, например. Ну, например, представим, опаздываем на работу, у нас транспорт отходит, лето, мусорный контейнер там, к примеру, месяц уже не вывозился. Ну, в случае нашим, да, барьером является этот мусорный контейнер. Ну мы что, мы же не будем обходить весь квартал, да, дабы не понюхать. Ну мы задержали воздух и пошли дальше на свой уходящий транспорт. И также, ну, то же самое фактически с насекомыми. Ну, увидел он там какой-нибудь гель, про который вам там рассказали, или чем-нибудь вам помазали дверной косяк. Ну, ну и что? Ну перебежал. Если там что-то жареное, вкусное, шкварчащее, он все равно проникнет на кухню. Понятие слова барьер не существует до тех пор, пока вы не возьмете там герметик, не возьмете марлю и не заделаете те уязвимые места, через которые к вам и периодически, например, заходят эти непрошенные насекомые. Это и будет являться барьером. То есть барьер в случае квартиры, в случае жилья – это ваши руки и желание буквально 20-30 минут потратить на улучшение его состояния санитарного, так скажем. Дополнительные стоимости на холодный, горячий туман, помповые обработки, там, дусты, гели. То есть по-любому может быть сформулирована текстовка, ну, именно на вашу методику, то есть выбранную. Расскажу. Горячий туман. В принципе, его эффективность не доказана. Он по своему роду запрещен в жилых помещениях. Не забывайте, вы уйдете через вентиляцию, люди могут отравиться и даже погибнуть. Потому что изначально горячий туман создавался для протравки зерна в зернохранилищах. То есть как бы вам его не рекламировали, потому что, ну, хочется людям озвучить цену на него в 10 раз дороже, потому что он запрещен, он действительно запрещен. Не потому что кому-то захотелось, а потому что это действительно опасно для жизни. Дальше холодный туман, помповые опрыскиватели. В этом случае данные аппараты, они существуют для удобства именно нанесения. Дезинфектор, заходя к вам в квартиру, никогда не будет предлагать как доп. опцию. Бывают запыленные квартиры, когда там и дедушки, и бабушки у нас там лежат, или не предоставляется возможным разобрать эту квартиру. Естественно, холодный туман, но он не поможет. Он, во-первых, эту пыль всю поднимет, во-вторых, до конца не пропитается ничего. В этом случае используется помповый опрыскиватель для того, чтобы просто пролить каждый уголочек возможного их существования. Что касается дустов, гелей, то есть в плане дустов, это сейчас все препараты, имеющие отношение к лопам, чаще всего используются. Гели же, наоборот, используются по тараканам. Это яды кишечного действия. Принцип какой? Они не токсичны, они не имеют отношения к теплокровным, а это там собачки, кошечки, хомячки, человек. Там принцип идет какой? Это вкусная, пахнущая для таракана приманка с ядом, пока не съел, не отравится. Вот мы именно непосредственно работаем по лежачим больным, когда не предоставляется возможным вообще как-либо лежачему человеку покинуть помещение. Окей, службу, допустим, мы выбрали. А квартиру-то как подготовить? Допустим, если есть возможность из нее уйти, как подготовить? Ведь бывают зачастую случаи, что домашние животные в квартире, бывают дети, как все это подготовить к тому, что придет дезинфектор дважды и все обработает, и потом, чтобы не приходил больше, скажем так. Понятно. Смотрите, тогда рассматриваем по тараканам. Это, ну, представляем, что у нас не сильно запущенная стадия, что она так или средняя, или начальная. Тараканы существуют только на кухне, и только, например, ну, ванны, туалет такие залетные попить приходят с утра, они не могут жить без воды, у них прям чувствуется, наверное, сушняк по жизни, они всегда вот вблизи воды будут существовать. В этом случае открываем полки кухонного гарнитура, мы всегда объясняем, чтобы не наводить кашу вообще в квартире, в своей голове, спокойно, адекватно. Открыли чистый мусорный пакетик, открыли полочку, сложили, убрали. Открыли другую полочку, взяли другой чистенький мусорный пакетик. Не надо в 200-литровый мешок вот так туда всё скидывать, а потом, ну, блин, как же, как вообще всё разбирать. Вот, полки кухонных гарнитуров должны быть максимально пусты. В плане ванной комнаты, да, туалета, убираем туалетную бумагу, зубные щётки, мыло, то есть вот эти средства личной гигиены, ну, просто чтобы потом их не перебывать, и нам лишний раз не прерывать работу, и не искать чей-нибудь, какой-нибудь пакетик, чтобы это туда спрятать. В плане клопов, ну, как бы обычно, наоборот, говорим, чтобы ничего не готовили. У людей, которые случайно с утра обнаружили на своём теле клопа, порой вести как-то вот так диалог с ними вообще невозможно. Вы как встали с постельного места, соберите простынь, наволочку и пододеяльник. То есть коагуляция крови происходит свыше 42 градусов. Ну, как и нам всем известно, то есть что-то живое свыше 42 градусов уже не живёт, белки и крови сворачиваются. Поэтому простынь, наволочка, пододеяльник аккуратненько собрали, положили в стиральную машинку на плюс 50 градусов и выше. Дальше уже всю квартиру подготавливаем сами. Не надо этих клопов пугать и гонять по всей квартире. И ни в коем случае противоположный от постельного, от спального места, так скажем, шкаф. Из него не надо доставать чистые вещи и вот такой огромной горой складывать на тот диван, на котором вы нашли этих клопов. А как обратиться непосредственно к вам в областную службу дезинфекции? По номеру 8-910-901-69-68. Это личный телефон, он 24 на 7 рядышком со мной находится. Он уже порядка 10 лет не меняется. Вот, поэтому, пожалуйста, звоните. Любые даже консультации спокойно оказываем. Виктория, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующий нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова